что такое макс так я один сначала зайду о здорово ребят как дела у вас что такое что-то пообщаться его шокером ничего просто так себя привели и чем мы с ними делать бы разговаривать разговаривать давай поговорим без проблем а что там батию 1 тоже есть нет нет просто юра приехал поговорить за батю привет я думаю решить этот вопрос какой вопрос гонкой с какой гонкой со мной какой вопрос решить на никаких нерешенных вопросов а какой у нас с тобой конфликт вы вместе все пришли нас кошмарить мы пришли поговорить с твоим отцом твой отец начал распускать руки а поговорить о этих вы просто так подослали чтобы они начали бычить на нас кого этих вот этих вот этого и ушел друг другу он просто с максим пошел потому что отец неадекватно может что твой отец сделал ну а вы специально начали его провоцировать ну а тогда помнишь твой отец я хочу предложить нам с тобой гонку один на один ничего научу ну давай хорошо давай с тобой выскучу на гонку все за меня научили макс кататься конечно все хорошо а чё кто выиграет то что ну завтра с тобой можно через час то мы можем встретиться давай давай завтра короче за за день научусь отчетом если я выиграю то ты извиняешься перед моим бате а ты ничего а эти 50 тысяч до я уверен 50 косарей даешь да все давай забились на какой косарь 50 тысяч 50 тысяч я уверен себе победить хорошо умеет это победит вообще без денег остались чего переживу шпали я поверь я этого ну все тогда хорошо тогда завтра с тобой на этом же месте давайте ребят привет друзья меня зовут декстер да вот такое вот интересное начало конечно же и разу не понравилось что мы сделали с его отцом в предыдущем ролике кто не видел этот ролик обязательно его посмотрите потому что никому бы не понравилось что мы сделали но я считаю то что отец юраса это заслужил на вот этот вот ролик повесил youtube 18 плюс потому что им всегда говорю ребят все самые такие вот моменты которые я не могу показывать здесь выходит в моей телеге но некоторые этого до сих пор еще не понимают и не подписаны мне вешают 18 плюс за моменты которые я вот выкладываю для вас сюда на больше выкладывать сюда принципиально не буду я надеюсь вы меня понимаете поэтому подписывайтесь на мою телегу а мы с вами продолжаем так ребят сейчас маг будет учить кататься на питье что сложно я думаю тебе будет легко ребят только ради вас соглашусь на то что будет происходить матчат будет учить кататься на питье завтра мы выскать им с юрасом вечером тоже договорились в это же время поэтому все по кайфу макс давай показывай как кататься это как бы китбайк моего брата маленького типа он маленький сам по себе короче егор смотри я катался на жиге чувак я катался на жиге ну жига это не мотоцикл смотри вот сцепление его смотри зажимаешь вот и сейчас заглушок зажимаешь и вот этой лапкой вверх так делай аккуратно спускаешь цепление как под газовую как на машине права к его сделаю завтра на короче даже учиться не пришлось даже учиться ребят не пришлось завтра просто сделаю юраса и заработаю 50 тысяч мне 50 тысяч мне не будут братишка я с тобой поделюсь 25 тысяч спасибо егор спасибо давай моя задача была просто победить юраса мы с максом тренировались весь вечер и я катался на его питбайке потом мы разошлись встретились с ним в хасле и продолжили играть то есть мы там катались на байках на питбайк устраивали разные гонки разборки короче веселились потому что можно и с подписчиками общаться еще у меня есть свой чатик в телеге куда я выкладываю там про наборы банд и так далее но игрушка крайне интересная итак ребята ни для кого не секрет что у меня есть своя банда и о наборах я скоро буду писать в своем телеграм-чате ссылочка на него будет в описании сейчас я еду для своей банды уже покупать ребятушки для вас машину так я сейчас приехал к дилеру сейчас мы подходим вот сюда и будем с вами вместе выбирать уже вторую машину кстати первый у нас был мерседес уже есть у нас наши бани сейчас у нас будет вторая машина так как у нас пацаны банда я тогда беру x5 давайте цвет мы возьмем какой-нибудь точно не белый белый какой-то слишком бабский цвет давайте возьмем черный вот такую бэху тогда ребят берем за 530 косарей и так купить документы будут оформлены в течение нескольких минут бог ребята вот она наша тачка наш бандитская бмв-шечка самое настоящее здорово бандиты ребят едет просто прекрасно посмотрите как же она валит но здесь просто знак стоп ребят залетаем все в игру вводим обязательно мой промокод через команду пик от декстр русскими буквами получаем 70 тысяч на счет и залетаем мою банду в чатике телеге по ссылочке в описании а мы продолжаем короче диалог ночи следующий день наступил мы стоим с максом и юраса нет то есть мы договорились сейчас на это время что он приедет сюда я еще оттачил навыки вчера по катанию на пите и сейчас его просто нет вот мы ему сейчас звоним давай звони ему он просто авиарежим поставил просто авиарежим поставил либо выключил телефон короче он не хочет получается он засал приезжать мне кажется мне кажется дело в том что его друзья понятых 50 тысяч это же 50 тысяч ты видел их реакцию когда нет не надо не надо да давай еще раз набирай короче финальный раз потому что мы ему уже если честно позвонили 15 раз давай еще раз но это просто это просто невозможно ребят но нет телефон абонента выключены не знаю что делать короче мы сейчас будем но еще я думаю 15 минут посидим еще позвоним будет что-то придумывать прошел час никто не выходит на связь нею раз не его друзья пишем в к его друзья за имью раз он не отвечает никто не отвечает потом проходит какое-то время и просто мне звонок поступает от друга юраса игре дэксер дэксер тут случился здесь вот его дома где ты мы дайте не можем достучаться дозвониться я им говорю а вы с максим отъехали в это время я им говорю подъезжайте вот сюда что случилось и городу раз это беда короче ребят звонили юрасу по итогу на моего друзья перезвонит говорят какой-то у него случился мы сейчас ждем мы сейчас ждем они сейчас подъедут сюда скажут адрес с ним что-то случилось кажется я не знаю телефон был выключен я вообще без понятия где он так вон они чего случилось 9 раз чего так это там выезжайте за мной бля пиздец какой-то мы уже с максом катаемся не знаем что нам делать и вот это вот все выясняет сейчас едем на старо павловскую блядь они что они навигатор не могут открыть блять старо павловскую направо блять как вам объяснить что направо нужно поворачивать направо все я поворотником показал все поняли увидели увидели за нами за нами блять что будем врагам помогать получается 50 к 50 к уже я думаю если он упал с спито но потом то устроим так но вон он кажется там этот подъехал уже они откуда интересно что он не помогает ты ему блять что он ему не помогает что он стоит рядом блять смотри смотри на него упал пик блять машина сейчас сейчас идем блять с ука что вы стоите блять а поднимайте сколько ты здесь сколько ты здесь блять наконец-то где у тебя блять вот вот здесь у него синяк будет блять идти можешь нет ты знаешь как обдвигать идти можешь не знаю сейчас попробую помогите пацаны своему другу блять что вы стоите эти как блять то я буду помогать дать своему врагу что ли для пиздец чтобы сразу не приехали к нему так мы не знали навигатор не мог открыть блять что ли а у меня телефона нет он сел телефона блять ни у кого нету какой сейчас век блять на дворе него к телефону здесь нет у вас что ни у кого телефона не было что пиздец блять везите его домой на питбайке блять как угодно везите ты можешь ходить ты можешь ходить бля мне кажется у него нога сломана просто давай на машине довезем давай на машине довезем скоро какой скорой давай где сколько лет то блять а скорую мы вызовем да я понимаю то что мусоров вызовут так ну чё мы делаем в итоге садись ко мне в машину едем блять твоему дому помогите еще кто-нибудь пожалуйста давайте ой блять смотрите давайте тащите открывает ведь ногу сломал короче сто сто процентов давай багажник давай сюда назад давай со стороны макса со стороны макс короче я не за да все сейчас повезем до дома то что то что садись машину или чё ты на питья поедешь я зайду мне до дома чуть немного идти все давайте тогда встречаемся у его дома сейчас я его довезу да ладно чё уж начнемся все давайте видимых переломов я не увидел скорее всего у юраса был просто ушиб конечно ему было больно и пока мы ехали уже даже успело стемнеть я вез его домой и очень не хотел пересекаться с его отцом все приехали короче юраса пиздец как плохо ребят что понимали макс уже доехал сейчас сейчас погоди мы тебя вытащим макс давай вытаскивай помогаю быстрее у тебя дома есть кто-нибудь отец отец блять это пиздец я бы не хотел сего отцом встречаться а давайте с начнем бля я попытаюсь говорить Главное, чтобы он не пил сейчас. ПАП! ПАП! Сука... Блядь... Чего главное? Чтобы он не пил. Блядь, а чё, он может пить что-ли? Сука, блядь! Блядь, чё за куня нахуй? Чё за куня? Блядь, чё за пиздец? Чё за пиздец? Мы вашего сына привезли, он... Он упал с мотоцикла. Блядь, уберите, блядь! Давай, давай, сяди! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блядь, 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 блядь... Макс, отойди, 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 бан. Макс, это пиздец! Я понял, что он у него? Ебать, у него рукав conheчий, нахуй. У него двери, убери. Погнали, завойди нахуй этот Пит! Пиздец. Слушай, а стой! я вам говорил что я не хотел пересекаться с отцом юраса потому что у него проблемы с головой этот сумасшедший дед сумасшедший мужик которого которого кукуха съехала он вышел на нас со свиной головой я сначала подумал что мне это мерещится мы жестко испугались там даже по выходили соседи чтобы вы понимали и все соседи перепугались с этого реакции соседи реакции нас максом будет в моем телеграм канале он явно хотел нам отомстить все это время и этот день настал а